Значит, первая задачка, верно ли утверждение. Соответственно, утверждение бывает, например, такое. Какая-то такая штука. Значит, правда ли, что для всякого х найдется такое с, что вот эту штуку можно сделать отрицательной. А, я, кажется, не веду трансляцию. Значит, вот она, первая задачка. Правда ли, что для всякого х можно найти такое с, что с плюс х квадрат минус 3х меньше нуля. Значит, ну, можно просто посмотреть на эту штуку внимательно и посмотреть на порядок квантеров. Значит, у нас сначала фиксируется произвольный х, а потом мы выбираем c. Ну и понятно, что после того, как х зафиксирован, вот эта часть формулы х квадрат плюс х квадрат минус 3х, это просто какая-то фиксированная штука. И, естественно, мы можем выбрать c таким маленьким, чтобы, таким отрицательным, чтобы, когда мы добавим к ней вот эту штуку, все равно получилось что-то отрицательное. Значит, здесь ответ верно. И доказательство состоит в том, что нужно выбрать конкретный способ находить c. Допустим, положим c равным минус х квадрат минус 3х минус 1. Тогда c плюс х квадрат минус 3х – это просто минус 1. Минус 1 меньше 0. Значит, почти все с этой задачкой справились. Значит, это был пункт А. И есть пункт Б. Похожая история, только там квантеры перепутаны. Другой порядок квантеров. Значит, для всякого, наоборот, c, точнее, порядок тот же, буквы другие. Для всякого c найдется такой х, что то же самое. И здесь уже немножко другая история, другой ответ, потому что у нас другие квантеры стоят перед переменными. В частности, можно посмотреть внимательно на левую часть этого неравенства и заметить, что… Чего здесь у нас такого? У нас здесь такая парабола. Слева написана функция, графиком которой является парабола. И параметр c регулирует то, насколько эта парабола сдвинута вверх или вниз. А неравенство, которое нас интересует, неравенство меньше нуля, то есть это то, что находится вот здесь, под горизонтальной осью. То есть это то, что находится между корнями нашей квадратичной функции. Ну и поэтому, в принципе, можно легко увидеть, если вы представили себе уже такую картинку, то дальше вы уже легко видите, что вы можете сдвинуть эту параболу достаточно высоко вверх, так, чтобы никаких иксов, которые бы… так, чтобы ни при каких иксах, вот это неравенство бы не удовлетворялось. То есть ответ здесь неверно. И доказательство устроено так. Значит, во-первых, запишем отрицание. Значит, там явно требовалось найти отрицание, и поэтому эта часть тоже оценивалась, если вы каким-то образом доказывали, что это утверждение неверно, не записывая отрицание, то за это какие-то баллы снимались. Но, значит, отрицание существует такое c из r, что для всех иксов из r. c плюс x квадрат минус 3x больше либо равняется нулю. Ну, а дальше нам нужно доказать это отрицание, то есть нам нужно найти такое c, чтобы для всех иксов вот эта штука была бы неотрицательной. Ну, давайте как-нибудь мы это c найдем. Например, возьмем… Какое c хотите взять? Это чем-то больше, 100, например. Ну, тогда можно, я не знаю, сослаться на то, что это квадратное уравнение, найти его дискриминант, он будет… b квадрат – это будет 9 минус 100 умножить на 4, меньше 0, корней нет вещественных, и, следовательно, c плюс x квадрат минус 3x больше либо равняется нулю для всех, для всех вещественных иксов. Все, доказали. Нужны ли еще комментарии по этой задачке? Хорошо, давай теперь посмотрим на вторую задачу. Во второй задаче нужно было найти парочку пределов по определению. Первая задача – это была так, разминка. Вторая задача – это было уже что-то чуть более серьезное. Значит, вот у меня такой, наверное, предел при x, стремящемся к минус 4, модуль минус 2x минус 8. Значит, можно было пользоваться определением предела, но давайте смотреть, что здесь происходит. Во-первых, если посмотреть на то, что у нас это за функция, видно, что это модуль от линейной функции, и на самом деле мы с вами уже знаем, тут этим нельзя пользоваться, но мы знаем, что это линейная функция, она непрерывна, модуль тоже непрерывный, поэтому на самом деле понятно, что для того, чтобы найти этот предел, достаточно просто число минус 4 вот сюда подставить, и когда мы его сюда подставляем, получается 0. Поэтому, в общем, мы хотим доказать, что этот предел равен нулю, а дальше пользуемся определением для того, чтобы это сделать. Ну, давайте посмотрим, что здесь такое нужно сделать. Значит, мы знаем… Давайте я напишу определение предела. Хотим доказать такую вещь, что для всякого ε больше нуля, найдется такая δ больше нуля, что для всех х, если модуль х минус минус 4 меньше δ больше нуля, то модуль минус 2х минус 8 меньше ε. Давайте посмотрим. Значит, это выражение переписывается, как просто модуль х плюс 4 меньше δ. Это то, чем мы можем пользоваться. Значит, ну, что у нас здесь есть? Можно преобразовать… Можно преобразовать вот эту штуку минус 2х минус 8. Давайте скажем, что это… Во-первых, можно минус убрать, потому что это модуль. Все равно, что модуль 2х плюс 8. Или это все равно, что 2 модуль х плюс 4. Поэтому мы знаем, если мы знаем, что модуль х плюс 4 меньше δ, то мы знаем, что 2 модуль х плюс 4 меньше, чем 2 δ. И мы хотим сделать так, чтобы эта штука была меньше, чем ε. Ну, значит, выберем δ равное… Я писал пополам. И все. Готово. Значит, теперь эта δ подходит, потому что если х удовлетворяет вот этому неравенству, то тогда вот эта штука удовлетворяет вот этому неравенству, а с другой стороны, δ меньше, чем ε пополам, значит, 2 δ меньше, чем ε. Значит, вот и верно. Задачка сделана. Если по ней вопросы. Пункт b этой же задачки, тут предел последовательности. n стремится к бесконечности. n плюс 6 разделить на 3n минус 5. Ну, опять же, можно сначала угадать предел, исходя из всякой теории, которую мы знаем. Понятно, что если n стремится к бесконечности, ну, можно поделить все на n, например. И здесь в числителе остается кастря штука, которая стремится к единице. Задачка штука, которая стремится к трем, поэтому вся эта штука стремится к одной трети. Поэтому нужно доказать, что это равняется одной трети. Ну, давайте опять напомню определение предела. Хотим доказать, что для всякого ε больше нуля, она нет встакая n большая, что для всех n маленьких больших, чем n большая. Значит, n плюс 6 разделить на 3n минус 5, минус 1 треть, меньше ε. Ну, давайте преобразуем вот эту разность. Значит, n плюс 6 минус... Что мне нужно сделать? Мне нужно здесь, видимо, домножить на 3, а здесь домножить на 3n минус 5. Так что здесь должно быть на самом деле 3n плюс 18. Вычесть 3n минус 5, разделить на 3, 3n минус 5. Значит, вот такая штука. Теперь у меня здесь 3n сокращается в числителе, остается 18 плюс 5. Скомнат 18 плюс 5. 23. 23 разделить на 3, а здесь будет 3n минус 5. Это вот такая страшная штука. Я хочу ее сделать меньше ε. Ну, давайте еще как-нибудь его упрощу. Значит, это есть 23 разделить на 9n минус 15. Ну, во-первых, понятно, что когда n становится очень большим, вся эта штука становится положительной, поэтому модуль можно будет убрать. По крайней мере, если n больше, если n больше, скажем, 2, модуль можно снять. Вот. Ну, и остается какая-то вот такая штука. Ну, а дальше можно просто сказать, что давайте я скажу, что... А, сейчас здесь, собственно говоря, минус 15, можно, кажется, ее совсем грохнуть, потому что... Потому что вот... А, нет, это неверно. Это я вру. Ладно, давайте я просто буду преобразовывать это неравенство. Значит, умножив все на 9n минус 15, значит, я потребовал, чтобы n было больше 2. Умножив все на 9n минус 15, поделю на ε. Получается, что 9n минус 15 должно быть больше, чем 23 делить на ε. То есть 9n должно быть больше, чем 23 делить на ε плюс 15. Ну, то есть можно, например, ой, 23. Я в ту сторону написал, написал. n больше, чем 23 делить на ε плюс 15. Например. Если n больше такой штуки, то и 9n больше такой штуки. Ну, вот я возьму, значит, положим, n большого равняется 23 делить на ε плюс 25. И видно, что оно работает. Но это уже не совсем такая задачка. Прям совсем в одно действие. Но, в общем, тоже нехти как сложно. В принципе, демонстрирует, в принципе, насколько вы освоились с определением предела. И с удовольствием могу заметить, что, в общем, большинство таки освоилось. И я очень этому рад. Мне кажется, что вы тоже должны проникнуться, что какая-то штука, которая в начале курса вам казалась какими-то совершенно непонятными заколючками, сейчас вроде бы должна быть гораздо более понятной и осязаемой. Вот. Значит, есть ли вопросы по этой задаче? Хорошо, едем дальше. Теперь уже пошло веселее, потому что начались более сложные задачи. Значит, третья задача. Есть такое утверждение, что предел при n стремящемся к бесконечности последовательности вот таких вот частных равен, скажем, 7. И еще известно, что все члены последовательности an положительны. Вот это условие многие пропустили и тем самым сильно усложнили себе задачу. В частности, кто-то меня спрашивал, а что делать, если какие-то элементы последовательности не определены, элементы последовательности частных. Вот. Ну, вот на самом деле, из-за вот этого условия такого не бывает. Вот. Значит, эта задачка, на самом деле, дико похожа на задачку, где вам нужно было доказывать, что похоже была история, когда мы доказывали, что 2 в степени, что n делить на 2 в степени стремится к нулю, или наоборот, там выражение 2 в степени делить на n квадрат стремится к бесконечности. Мы тоже рассматривали частные, но разница состоит в том, что здесь оказалось частный вот такой через один элемент. Не следующий к предыдущему, а вот перескакивает через один элемент. Это немножко усложняет жизнь. Ну, не так, чтобы фатально. Давайте посмотрим, чего у нас получается. Вот, смотрите, у меня... Как эта вся штука устроена? Значит, вот есть у меня моя последовательность. Значит, это a1, a2, a3, a4, a5 и так далее. Значит, мне известно следующее вещь, что вот a3, она связана с a1. На самом деле, не обязательно a3, но можно построить вот такие вот цепочки. И можно построить другую цепочку, наоборот, по четным номерам. Вот такую вот. И как бы известно то, что, начиная с какого-то момента, вот это отношение будет близко к 7. Ну, в частности, например, можно сказать, что оно, начиная с какого-то момента, это отношение будет больше 6. И тогда что получается? Тогда получается, что следующий элемент получается из предыдущего умножением как минимум на 6. На самом деле, на какое-то число больше, чем 6. Ну, и, в общем, логично ожидать, что вот такая последовательность, она не может вести себя иначе, как стремиться к бесконечности. Ну, давайте попробуем это чуть поаккуратнее написать. Значит, во-первых, давайте сделаем такую вещь. Значит, возьмем такое n, что для всех n больших, чем n большое, отношение a n плюс 2 делить на a n было бы больше 6. Понятно ли, что такое n существует? То, что существует, следует просто из определения предела. Можно взять y, равную, скажем, 1 и 2. И мы тогда гарантируем, что начиная с какого-то... Вот есть здесь число 7. Значит, гарантировано, что начиная с какого-то места все элементы последовательности, вот этой последовательности, будут жить в окрестности радиуса 1, 2 вокруг 7. Ну, значит, в частности, они будут больше, чем 6,5. 6,5 больше, чем 6. Значит, существует, так как... Значит, возьмем, например, n равный n от 1 и 2. Вот. Взяли это n, и теперь будем рассматривать только тот кусок, который начинается с этого n большого. Теперь нам нужно взять два числа, которые следуют за этим самым n большим. Давайте я вот что скажу еще. Для простоты давайте я потребую, например, чтобы у меня это n большого было бы какой-нибудь известной четности, просто чтобы было проще писать. Пусть n большое четно. Если не четно, просто перейдем к следующему. Если какой-то n большой работает, то и всякое больше у него тоже будет работать. Давайте даже не пусто потребуем. Чтобы n большой был четным. Значит, вот у меня теперь есть такая последовательность. Значит, a n большая плюс единичка, a n большая плюс двоечка, a n большая плюс троечка и так далее. Значит, меня интересует сейчас только вот эта часть последовательности. Значит, что известно? Известно, что для всякого k давайте натурального a n большая плюс k делить на a n большая плюс 2 делить на a n большая плюс k больше чем 6. Это означает, что a n большая плюс k Сейчас, то есть нужно аккуратно с нумерацией посмотреть. Значит, вот такие вот у меня оценки есть. Значит, я утверждаю следующее. Я утверждаю, что a n большая плюс... Ну, давайте 2 k плюс 1, например, больше чем a n большая плюс единица умножить на 6 в степени k. Правда, я сейчас написал или нет? Значит, давайте посмотрим. Допустим, вот у меня... Допустим, я беру вот этот элемент. Значит, этот элемент в 6 раз больше, чем a n плюс 1. Ему соответствует значение k, равное... Значит, равное единице. Да, вроде все правильно. Значит, каждый раз, когда я увеличиваю k на единичку, я совершаю вот такой перескок. Значит, очередной следующий элемент оказывается больше, чем... В 6 раз больше, чем предыдущий. Ну и дальше по индукции следует вот такое равенство. Можно было бы совсем аккуратно расписать, что это доказывается по индукции. Но, в общем, примерно понятно, как эта штука устроена. Можно было бы написать какую-нибудь такую штуку, что, например, a n плюс 2 k плюс 1 разделить на a n плюс 1. Это и есть такое произведение. это и есть n плюс 2 k a n 2 плюс 1 разделить на a n плюс 1 умножить a n плюс 4 плюс 1 разделить на a n плюс 2 плюс 1 умножить и так далее умножить на a n плюс 2 k плюс 1 разделить на a n плюс 2 k минус 1 плюс 1 и, во-первых, каждый из вот этих скобочек она больше 6, а во-вторых, всего их ровно k штук. Вроде похоже на правду. Поэтому, верно, вот такое вот неравенство. Ну и то же самое можно сделать с учетными номерами. n плюс 2 k плюс 2 больше, чем a n плюс 2 умножить на 6 в степени k. Ну а теперь давайте мы еще как-нибудь это оценим по Бернули. Например, 6 в степени k больше, чем 2 в степени k. Это больше, чем 1 плюс 1 в степени k. Это больше, чем 1 плюс k. Это больше, чем k. Илья, почему мы в принципе разделяем здесь на два случая, на четные и нечетные? Хотим и разделяем. Никто нам не запретит. Мы свободные люди в свободной стране, хотим разделить и разделяем. Вопрос в том, как мы потом дальше это обработаем, когда мы захотим писать, говорить что-то про всю последовательность целиком. То есть действительно мы разделили сейчас эту последовательность как бы на два кусочка и с этими кусочками работали по отдельности. Но сейчас мы соединим все воедино и получим утверждение не про отдельные кусочки, а про всю последовательность целиком. Давайте смотреть. Значит, во-первых, мы выяснили, что вот такие вот штуки, они, значит, их можно сделать сколько угодно большими благодаря выбору подходящего k. И вот такие штуки тоже можно сделать сколько угодно большим благодаря выбору подходящего k. Только неправда, я написал. Здесь, конечно, нужно это не больше k, а больше k умножить на здесь будет a n плюс 1, а здесь будет a n плюс 2. Ну, давайте теперь что скажем. Я хочу сделать так, чтобы, значит, фактически у меня получились две разные оценки для этих двух разных подпоследовательностей. А я хочу сделать одну оценку для всей последовательности целиком. И как бы мне это сделать? Я теперь хочу сделать какую-то такую штуку. значит, пусть n маленькая больше, чем n большая, тогда n маленькая больше, чем такая штука. Значит, тут нужно аккуратненько минимум из n плюс 1 а n плюс 2 умножить на k. А кто такое k? Это как получить k из n. Значит, если вот эта штука у меня это n маленькая, то как из нее получить k? ну, нужно взять, видимо, какое-то нижнее целое о боже мой n маленькая, минус n большое разделить на 2 и еще вычесть какое-то число. Вычесть 3. Ну, 3 это я с запасом. Давайте посмотрим. Вот если у меня есть вот такая вот штука, как мне из нее получить k? Значит, давайте посмотрим, если у меня n плюс 2k плюс 2 равняется n маленькому. Что такое k? k это n минус 2k плюс 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 2k вот такая штука смотрите вот это уже универсальная оценка что-то вас не слышно так что нужно переговорить в общем-то исчезаете постоянно оценку а n маленькая больше чем минимум да смотрите я говорю следующее вот у меня есть две оценки одна работа для таких последовательности другая работа для таких последовательностей значит они отличаются тем что у них разное вот это вот стартовое число ну давайте я просто я хочу сделать такую оценку работа будет работать в обоих случаях не заметим что если мы заменим какое-то число здесь на число меньше то если оценка работал то она продолжает работать поэтому я просто заменяю каждое из вот этих чисел на минимум из них двоих получается что у меня вот эта штука продолжает работать и если у меня здесь написано к умножить на минимум из а n плюс 1 1 плюс 2 и здесь то же самое поэтому вот я записываю этот минимум а дальше я должен умножить его на как раз вот это к к я восстанавливаю что если у есть номер n то дальше значит мне теперь нужно понять какое к ему соответствует я как бы здесь вел некоторые дополнительную нумерацию и мне нужно понять какое к ему соответствует ну вот понятно что и если у меня например если вот в этом случае нахожусь то у меня к просто является вот по такой формуле здесь вместо минус 2 должна быть минус единицы но поскольку я опять же могу вот эту штуку как угодно уменьшать то я просто напишу здесь минус 2 если так оказалось что мы находимся вот в этой последовательности то это неравенство верно если мы находимся вот в этой последовательности то это неравенство тоже верно потому что значит вот эта штука оказалась даже меньше чем могла бы быть это что вот это неравенство по уменьшать нет не нужно потому что мы ее с одной стороны делаем достаточно маленькой чтобы работала вот это неравенство а с другой стороны несмотря на то что она будет достаточно маленькой все равно когда мы будем увеличивать n маленькая у нас вот эту штуку можно сделать сколько угодно большой значит можно дальше сказать что это будет больше чем минимум из n плюс 1 n плюс 2 умножить допустим на скажем n пополам минус n большое пополам минус 100 а теперь я хочу сказать что вот это все будет больше чем какая-то цех значит мы можем выбрать так условия на вот эту н маленькую чтобы вся вот эта штука была бы больше чем как больше чем c как это сделать ну просто взять решить от неравенства значит возьмем давайте напишу n1 это есть какая-нибудь такая штука значит вот мне нужно чтобы мне нужно чтобы вот эта штука была бы больше чем c разделить на вот этот минимум ну и значит возьмем n большое это есть cr разделить на этот минимум плюс n большое пополам плюс 100 вот такая штука должна сработать ну конечно вот эта вся возня с индексами тут немножко немножко технически может быть не очень прозрачно но ключевая идея состоит в том что у нас есть как бы две подпоследовательности каждый из которых возрастает как минимум шесть раз начиная с какого-то места одна так себя ведет и другая так себя ведет ну вот значит и понятно что мы можем так взять n большое что у нас не важно какой последовательности мы идем что мы получим достаточно большое значение для этого нам нужно фактически выбрать минимум из оценок для одной последовательности другой последовательности как она вам страшненько да а почему мы берем 100 ну мне было неохота здесь думать о сколько здесь нужно взять просто я верю в то что у нас работает у у меня здесь нижняя значит округление вниз это что означает это означает что нужно было на самом деле нужно было единицу еще вычесть можно было вместо этого минус 100 дописать минус 3 по крайней мере если я вычел бы единицу то я точно бы эту штуку бы уменьшил округление вниз уменьшает число не более чем на единицу поэтому если я вместо этого напишу просто минус 3 то это уже хватит ну давайте минус 3 напишу вместо минус 100 а ну окей я поняла это будет тоже плюс 3 так ну давайте задайте еще какой-нибудь вопрос если она будет страшненьким Игорь Зарец кто первый спрашивает Даша давайте вы после первого n большого и первая и вторая подпоследовательность они будут в коридоре да 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 ну потому что я потребовал но сейчас значит что я потребовал я вот что потребовал после n большого в этом коридоре будет вот эта штука сами по себе сами по себе ашки они могут быть существенно разными потому что у них как бы вот эти вот стартовые значения в данном случае вот эти значения могут быть сильно разными но это не важно и просто возьмем из них минимум то есть как бы вот у нас одна последовательность может быть возрастает быстро другая после дочь может быть возрастает медленно но значит мы будем значит мы возьмем вот эту n большения который нам нужно придумать но возьмем его исходя из той последовательность которая возрастает И тогда вот это N-большое автоматически обслужит нам и ту последовательность, ту подпоследовательность, которая возрастает быстрее. Поэтому я здесь как раз выбираю минимум из этих двух. И получается, после того, как мы задали N-большое, у нас эти две подпоследовательности как бы сливаются в одну? Ну да, мы просто дальше не думаем про то, что у нас их есть две, потому что у нас вот здесь, вот в этом месте уже, у нас есть некоторая универсальная оценка, которая работает для обоих этих подпоследовательностей. Хорошо, спасибо. Вот, значит, здесь, может быть, я немножко неаккуратно написал в том смысле, что, как правило, у нас есть две здесь N-большие. Одну вот эту N-большую мы ее получаем, это не та N-большая, которая нам в конечном итоге нужна, не та N-большая, которая у нас в определении предела для A-N-ного. А это та N-большая, которую мы получили вот для того, чтобы гарантировать, что у нас это отношение стабилизируется на значение больше 6. А ту N-большую, которую нам нужно найти, вот она, я ее обозначил через N-1, и она строится вот таким вот образом. Так, давайте еще вопрос. Какие были критерии оценивания у данной задачи? Либо 0, либо 20, или там были какие-то промежуточные идеи, до которых можно было догадаться и получить какие-то баллы? Честно говоря, я не помню, поскольку не я проверял эту задачку, я сейчас вам полностью авторитетный ответ не дам. Сейчас я могу посмотреть, что там было с распределением оценок. По этой задачке. Значит, это какая была третья задачка, да? Ну, да, здесь в основном 20-0, 20-0. Иногда встречаются числа типа 15 или даже 10. Но это была самая, видимо, сложная задача именно, я думаю, что из-за техники вот этой. 21% решаемости этой задачи. Вот, критерии мы сегодня выложим, я просто хочу убедиться в том, что они действительно в окончательной форме. Вот. Так, ну что, еще вопросы по этой задаче? Ну, технически, да, немножко тяжко. Вот я сейчас сам немножко, как это... Устал выписывать аккуратно здесь все. Вот, но содержательно, мне кажется, что она не сильно сложнее, чем те задачки, которые были в семинарах, когда мы доказывали, что n квадрат деленный на 2 степени стремится к нулю. Очень похожие задачки у вас были в домашке. Где мы использовали, что все члены последовательности больше 2? О, прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос, да. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на текущую доску и скажите, где мы это используем. Есть какая-нибудь идея? Где мы использовали, что все члены положительны? Что могло бы сломаться вот в наших рассуждениях, если бы у нас какие-то члены могли быть отрицательными? Может, когда мы минимум брали? Ну, на самом деле, минимум-то мы так-так могли бы взять. На что сломалось бы конкретно? Мы аэнт переносили в неравенство. Да, на самом деле, вот этот переход в неравенство сломался бы. Потому что мы здесь поделили все на этот минимум, когда мы его вот сюда перенесли. Вот этот переход сломался бы, на самом деле. Мы поделили на этот минимум, мы могли это сделать без изменения знака неравенства, только благодаря тому, что он положительный. У нас же тогда бы все члены могли быть отрицательными, нет? Ну, да, если бы возникло отрицательное число, то могли бы все члены быть отрицательными. Там это отдельное. Ну, как бы, короче, можно было бы эту задачку решить без этого ограничения. Кому-то даже удалось. Кто-то из студентов пропустил это ограничение, потому что все члены положительные, и аккуратненько доказал, рассмотрел всевозможные случаи. Ну, там оно могло бы стремиться к минусу бесконечности, оно могло бы там... Сейчас, могло бы чередоваться или не могло бы? Нет, кажется, чередоваться, потому что у нас могли бы быть одни... По одной предпоследовательности у нас могло бы быть возрастание к плюсу бесконечности, по другой предпоследовательности убывание к минусу бесконечности. Ну, в общем, тут разные возможные варианты. Но я специально, чтобы упростить вам жизнь, написал, что все члены положительные. вот ну хорошо ну что и едем дальше еще есть вопросы по этой задаче видимо едем дальше так давайте дальше смотреть четвертая задача что она четвертая задача называется знаете ли вы как доказывать теорема произведений четвертая задача нужно было сделать следующее известно вот такая штука хотим найти вот такую штуку в принципе как бы если вы если вам было бы разрешено пользоваться всем чем угодно это было бы задачка в одно действие вы сказали потерями о пределе значит у нас x стремится минус 3 f от x стремится к 6 значит этот предел стремится к минус 18 одна проблема состоит в том что нам запрещено в этой задачке пользоваться этим самым утверждением и вместо того чтобы мы им воспользовались давайте мы воспользуемся нашим воспоминанием о доказательстве этого утверждения значит а именно нам сейчас нужно доказать что мы хотим рассматривать вот такую вот штуку первых мы уже знаем что это предел равен на самом деле минус 18 соответственно нам нужно сейчас будет рассматривать такую штуку xf от x минус минус 18 все это по модулю я хочу оценить эту штуку сверху ну давайте смотреть как бы я стал действовать значит я знаю что у меня расстояние расстояние от x до тройки до минус тройки будет меньше дельта хорошо значит еще я могу сделать вот что еще я могу сделать так чтобы у меня f от x он был близок 6 ну давайте этим воспользуемся значит я хочу сейчас это как-то переписать ну давайте я перепишу это как именно таким образом значит допустим я хочу здесь сделать x плюс у меня проблема или просто неплохо в плохом качестве видно все тебя должно быть нормальным нормально нет нормально все смотрите какую-то такую штуку я написал пока что я ничего не сделал пока что я сделал торжественное преобразование но давайте теперь посмотрим что еще я могу сделать с этим смотрите значит я знаю что вот эту штуку я умею оценивать эта штука меньше дельты значит вот эту штуку я тоже могу как-нибудь оценивать потому что мы знаем что функция если она имеет предел то она ограничена опять же и это тоже можно было бы аккуратненько сейчас сделает мы сейчас сделаем что делать вот этой штукой значит нам нужно на самом деле использовать вот эту вот штуку мы знаем что f от x можно сделать близким к 6 тогда вот эта штука будет маленькой потому что здесь как раз в написано минус 3 если мы умножаем это минус 3 на что-то близко к 6 получается что-то близко к минус 18 эта штука посокращается вот этой 18 ну вот давайте мы как-нибудь аккуратненько это все оценим значит у меня остается давайте все это разобьем таким образом превосходит модуль x плюс 3 на модуль f от x плюс 3 модуль f от x минус 6 значит опять же пока что ничего не сделал пока что сделал алгебрическое преобразование которое всегда верно написал никто неравенство которые всегда верно просто минус треугольник какая-то вариация на тем не разу треугольник и теперь значит я хочу оценить вот эта штука оценивается дельтой вот эта штука оценивается как-то Сейчас разберемся. И эта штука тоже оценивается как, тоже сейчас разберемся как. Значит, вот то, что у меня сейчас оценено с помощью зелененького, я оцениваю с помощью вот этого предела. Давайте мы это напишем. Давайте я этот предел как-нибудь обозначу, допустим, звездочкой. Значит, из звездочки известно, что... Для всякого ε первого большего нуля существует Δ1. Что для всех х, если х плюс 3 по модулю меньше, чем Δ1, больше нуля, то модуль f от х минус 6 меньше, чем ε первое. Значит, отсюда в частности известно следующее. Значит, пусть наша Δ меньше, чем Δ1 от единицы. Единица. Тогда... Значит, для всех таких иксов выполняется такое утверждение. Модуль f от х меньше, чем 7. Значит, эту штуку можно оценить семеркой. А можете при 7 еще раз объяснить, почему меньше 7? Ну, смотрите, значит, я взял ε равный единице. Вот здесь, вот в этом вот утверждении. Значит, это утверждение говорит, что у меня расстояние от f от х до 6 будет меньше, чем ε1. Какая-то такая штука. Вот здесь у меня будет где-то 6. И я точно знаю, что мой х лежит в ε1 окрестности от этой точки 6. Значит, если я взял... Если я поставил сюда в качестве ε1 число 1, то, значит, самое большое число, которое может достигаться, точнее, оно даже достигаться не может, у меня точно х меньше, чем 6 плюс 1, это 7. Ну, вот, значит, я получаю такую оценку на вот эту штуку. А Δ это та же самая Δ, что мы используем для доказательства? Да. Значит, я пока что потребовал, чтобы эта Δ была меньше, чем Δ1 от единицы. Я сейчас буду на эту Δ накладывать разные ограничения. И, значит, если эта Δ будет удовлетворять всем этим ограничениям, тогда для соответствующих х будет выполняться вот все, что мне нужно. Дальше у меня есть еще вот такая вот штука. Значит, смотрите, я в конечном итоге хочу, чтобы все это было меньше, чем какой-нибудь. Меньше, чем Эпсилон какой-то. Ну, давайте посмотрим, как это сделать. Значит, во-первых, я могу добиться того, что вот здесь будет меньше, чем какое-то число, меньше, чем какой-то Эпсилон 1. Во-вторых, здесь у меня есть семерка, а здесь вот есть Δ. Ну, давайте посмотрим, чего я от этой Дельты хочу еще требовать. Давайте. Можно вопрос? Мы уже сказали, что модуль f от x минус 6 меньше, чем Эпсилон 1, который мы взяли за единицу. Мы не можем его туда же? Вот здесь я хочу какой-то другой Эпсилон 1. Значит, я могу пользоваться вот этим утверждением, я могу пользоваться несколько раз и подставлять у него разные Эпсилоны. Вот я воспользовался один раз, подставил сюда Эпсилон равный единице и получил вот эту оценку. А вот это какая-то другая независимая оценка, здесь какой-то свой Эпсилон 1, который я сейчас выберу отдельно. Значит, давайте вот, чего я потребую. Что у меня здесь получается? У меня получается пока что какая-то такая штука. 7 Дельта плюс 3 на Эпсилон 1. Я хочу, чтобы все это было меньше, чем Эпсилон. Ну, давайте я просто скажу, что пусть у меня Дельта будет меньше, чем Эпсилон деленное на 14, а Эпсилон 1 будет меньше, чем Эпсилон деленное на 6. Значит, пусть Дельта меньше, чем Дельта 1 от, ну, давайте Эпсилон деленное на… Давайте, значит, мне нужно, чтобы он был бы… Ну, хорошо. Можете еще раз сказать, что вы написали бы там в уголку Дельта меньше, чем… Сейчас я еще раз, сейчас я еще раз это проговорю более подробно. Значит, давайте я вот так вот сделаю. Значит, если Дельта меньше, чем Дельта 1 от Эпсилон деленное на 6. Значит, вот Эпсилон – это сейчас тот Эпсилон, который я хочу… Для которого мне нужно построить мою Дельту. Значит, как я это делаю? Я говорю, что я буду на эту Дельту накладывать разные условия вот такого типа. Значит, в частности, я потребовал, чтобы Дельта была меньше, чем Дельта 1 от Эпсилон деленное на 6. Если это так, тогда для всех Эпсилон, опять же, удовлетворяющих нашему условию, модуль f от x минус 6 будет меньше, чем Эпсилон деленное на 6. Если это так, тогда, если вот это условие выполняется, тогда вся вот эта штука будет меньше, чем Эпсилон пополам. Ну и последнее условие, которое нам нужно наложить на Дельту. Я хочу, чтобы вот эта штука была тоже меньше, чем Эпсилон пополам. Значит, что мне нужно потребовать от Дельты в этом случае? Для того, чтобы вот эта штука была бы тоже меньше, чем Эпсилон пополам. Меньше, чем Эпсилон на 14. Ну, на самом деле, даже можно, тут даже везде можно требовать не чтобы оно было строго меньше, а достаточно меньше либо равно, потому что у меня все последующие неравенства строгие. Значит, если Дельта меньше либо равняется Эпсилон на 14, тогда для всякого х... А не меньше, чем Д1 от Эпсилона на 14, как мы раньше писали? Или конкретно Эпсилон на 14? Конкретно Эпсилон на 14, потому что я сейчас работаю с вот этой вот частью. Здесь оценка идет непосредственно через Дельту. Окей, понял. Значит, вот здесь оценка была через Эпсилон на 1. Соответственно, вот эта штука оценивалась так, что мы можем сделать так, чтобы вот эта штука была меньше, чем Эпсилон на 1. Если мы потребуем от Эпса, чтобы он был бы на расстоянии меньше, чем Дельта 1, от этого Эпсилона 1 от минус 3. А здесь вот эта вот часть, вот эта часть, она как бы не относится к F вообще никак. А нам в данный момент только она и нужна. Окей, спасибо. Значит, тогда модуль Х умножить на модуль F от Х будет меньше, чем 7 Эпсилон на 14 равняется Эпсилон пополам. Итог. Положим, Дельта равный минимум. Вот Эпсилон деленное на 14, Дельта 1 от Эпсилона деленное на 6, Дельта 1 от единицы. Тогда Х на Ф от Х минус 18 будет меньше, чем Дельта на 7 плюс 3 на Эпсилон 1. Это и есть как раз Эпсилон пополам плюс Эпсилон пополам равняется Эпсилон. И все. Ну, как бы такая вот стандартная техника. Нужно оценить, у вас есть несколько, как бы, несколько элементов вашей формулы. Вы каждый элемент этой формулы оцениваете с помощью своего условия. После этого просто выбираете минимум из тех условий, чтобы они все удовлетворялись. И дальше гарантируете таким образом, что ваша Дельта, которую вы таким образом поставили, работает. Можно вопрос? Как мы преобразовали модуль Х умножить на Ф от Х минус минус 18? Я просто поняла вторую строчку, как мы к ней пришли. Значит, вторая, это которая? Вот эта или вот эта? Да, вот первый. Смотрите, я просто прибавил и вычел 3F от Х. Значит, у меня было XF от Х, а я очень хотел, поскольку я знал, что вот у меня есть вот такая вот оценка, я очень хотел где-то здесь получить вот этот самый X плюс 3. Поэтому я, кроме этого, значит, поэтому я вот к этому XF от Х прибавил 3F от Х, и тут же, чтобы ничего не поменялось, вычел этот 3F от Х. Понятно. Вот оно и получилось. Ну, фактически я на самом деле делаю то же самое, что я делал в общем случае при доказательстве теоремы производной, определили произведения. Значит, там тоже, помните, нужно было, чтобы найти там площадь какого-то уголка, нужно было что-то добавить и что-то вычесть. Вот это вот оно и есть. То есть я разбиваю как бы вот эту разность в такие штуки, которые я умею оценивать. Можно сейчас спросить, когда мы делали вот оценку, что F от Х плюс 3 меньше 7, мы брали дельту меньшую дельта 1 от 1. Почему тогда мы потом не взяли дельту меньшую дельта 1 от ε на 14? Я вот тоже не поняла, почему мы не говорим так же, как в первом, что дельта 1 от ε на 14. Вот здесь? Ну, смотрите, здесь у нас две разные задачи. Значит, вот здесь, например, мы выбирали такую дельту, чтобы гарантировать, что вот это F от Х просто не слишком большое. И мы выбрали дельту, которая была бы меньше, чем дельта 1 от 1. Значит, мы вот здесь оцениваем F от Х. Мы при этом пользуемся тем фактом, что предел F от Х равен 6. И это означает, что мы обязаны пользоваться вот этим вот определением, обязаны пользоваться вот этой дельтой 1. Но после того, как мы вот этот факт зафиксировали, после этого мы говорим, что нам осталось только сделать так, чтобы просто вот эта штука была бы меньше, чем 7 делить на... Простите, меньше, чем ε делить на 14. Если мы уже знаем, что вот эта штука меньше 7, то для того, чтобы вся вот эта штука была меньше, чем ε пополам, нам нужно сделать так, чтобы вот эта штука была меньше, чем ε деленная на 14. А это делается просто буквально. Откуда берется вот эта оценка? Но вот эта оценка просто берется из определения предела вот этого. Значит, мы выбираем, мы для всякого ε хотим подобрать такую дельту, что если расстояние от х до минус тройки меньше, чем эта дельта, то вот эта вот штука меньше, чем ε. Я понимаю дальше, спасибо. Это означает, что мы хотим подобрать такую дельту, но просто мы пользуемся тем, что вот эта вот штука будет меньше, чем эта дельта. Но тут действительно требуется некоторая техника работы с этими самыми пределами. Самое главное, что нужно знать, это то, что если у вас есть несколько условий, таких условий типа х принадлежит дельта окрестностей, и вы хотите, чтобы они все выполнялись, нужно брать минимум. Вот, в общем-то, и все, что здесь важно. Ну да, такая техническая задачка тоже. Так, ну что, еще вопросы по эту задачку? А можно спросить, вот если описка у меня в решении, в самом конце, за это можно поднять один балл, если сняли два? Значит, это нужно обсуждать с проверяющими. Ну, значит, в целом, так скажем, за арифметические ошибки снимается один или два балла согласно критериям, я бы так сказал. Вот. Ну, надо посмотреть, что там за описка, может быть, вы уговорите проверяющего. Значит, эту задачку, не помню, уже кто проверял, но в критериях будет написано, кто что проверял. Вот, в общем, может быть, вы уговорите проверяющего поднять в аббутацию. А может быть, нет. Так, ну что, еще вопросы? Так, ну что, пойдем дальше. Значит, пятая задачка – исследование функций. Эти задачки уже я проверял, пятую и шестую, и тут я смогу что-то более конкретно сказать про проверку. Значит, исследование функций. Пункт А. f от x равняется сигнум x на 8x квадрат плюс 4 разделить на x минус 5. Значит, сигнум – это такая штука. Значит, ну, во-первых, чего здесь нужно было сделать? Во-первых, тут нужно было найти область определения и найти все точки разрывов. Нахождение всех точек разрывов подразумевает, что вы находите все точки разрывов, ну, естественно, доказывает, что вы нашли все их, чтобы вы ничего не пропустили. Это шаг, который не сделал почти никто, за что почти все поплатились одним снятым баллом. Значит, мне очень хотелось увидеть здесь что-то про теорему произведения непрерывных функций, что-нибудь в таком стиле. Если какие-то такие слова были сказаны, что вот у нас функция непрерывна там, непрерывна сям, значит, все хорошо, вот, то тогда это считалось за корректным обоснованием. Вот. То есть какие здесь есть вообще трудности? Где здесь могут быть разрывы? Ну, могут быть разрывы в двух точках, на самом деле. Во-первых, там, где взаимодействие обнуляется. Во-вторых, там, где у сигнума разрыв. Сигнум – это такая кусочно заданная функция, и поэтому у нее могут быть разрывы в тех местах, в которых вы переключаетесь с одной формулы на другую. Ну, в случае, это единственное место, что… Можете еще рассказать, где нужно было про непрерывное что-то говорить? Ну, вот, когда вы вот здесь вот находите точки разрывов, ну, вот вы нашли, допустим, что у вас есть разрыв в точке 5, а разрыв в точке 0. А дальше я вас спрашиваю, а во всех остальных точках вдруг там есть еще какие-то разрывы, которых вы не заметили? Значит, и тут вы мне можете возразить, но нет никаких других точек разрыва, потому что во всех других точках это произведение двух непрерывных функций. И все. На этом вопрос будет закрыт. Мы доказывали, что вот такого типа штуки непрерывно на все области определения. При таком штуке понятно, что оно тоже непрерывно, за исключением той точки, где происходит переключение. И, значит, никаких других точек разрыва быть не может. Но вот это вот хотелось бы, чтобы в этом месте было проговорено. Вот. Итак, значит, у нас есть разрывы в точках x равняется 5 и x равняется 0. Да, значит, я забыл сказать, область определения функции f – это все точки, кроме 5. Ну, потому что эта штука определена при всех x, а эта штука определена тоже при всех x, кроме тех, где знаменатель обнуляется. Но тут я не требовал обоснования, тут у меня достаточно было ответа. Из-за этого ответа можно было почти на халяву получить 2 балла. Вот. Значит, разрывы. В точках x равняется 5 и x равняется 0, а в других точках функции непрерывно. Функции непрерывно, как произведение непрерывно. Ну, давайте разбираться с этими разрывами. Значит, разрыв в точке 5. Что это за разрыв? Ну, давайте посмотрим, когда x стремится к 5. Что у нас здесь происходит? Значит, во-первых, сигнум при этом просто превращается в единицу, потому что когда x близок к 5, вы находитесь, ну, вот где-то здесь. Поэтому можно считать, что сигнум просто равен единице, но и стремится к единице. Вот. Значит, здесь у нас в числителе получается какая-то штука, которая к чему-то нам стремится. 8 на 5 в квадрате плюс 4. В общем, это какая-то штука больше нуля, по крайней мере, не ноль. И есть еще знаменатель, который стремится к нулю. В общем, видно, что вся эта штука стремится к бесконечности. И это означает, что это существенный разрыв. Конкретно полюс. Хотя это я не требовал, чтобы было написано. А на полюсе стремится именно к плюс бесконечности или нет? Ну, значит, здесь, смотря с какой стороны подходите, в принципе, здесь достаточно было бы вот такого анализа, но многие писали, отдельно анализировали случай, когда x стремится к 5 справа и к 5 слева, и получали там, соответственно, с одной стороны плюс бесконечности, с другой стороны минус бесконечности. Ну, в принципе, чтобы понять, что это разрыв второго рода, достаточно было бы просто найти вот такой предел. Вот. Значит, дальше. В точке x равняется нулю. Многие правильно нашли односторонние пределы. Предел x стремится к нулю справа. f от x. Ну, тут можно заметить, что если x стремится к нулю справа, то у нас работает верхняя часть формулы. А вот эта штука непрерывно в этой точке. Ну, значит, можно просто подставить единицу. Сейчас поставить просто ноль. И что здесь получается? Здесь получается 1 умножить на 4 разделить на 0 минус 5. Значит, получается минус 4 пятых. А если вы будете стремиться с другой стороны, то сигном тут превратится в минус единицу. А вот эта штука будет такой же. Значит, будет 4 пятых. Значит, эти две штуки не равны друг другу. Значит, разрыв, скачок. Значит, разрыв первого рода, скачок. Вот. Ну, тут дальше еще был вопрос про то, бывают ли такие точки, в которых функцию можно до- или переопределить. Чтобы получилась непрерывная функция, значит, мы видим, что, ну, понятно, что до- или переопределять можно только, так сказать, имеет смысл только те точки, в которых функция не является непрерывной. Не является непрерывной она только вот в этих двух точках разрыва. Но при этом мы видим, что оба разрыва не являются устранимыми. И переопределить так, чтобы функция была непрерывной, нельзя. Значит, здесь функция никак не может быть непрерывной, потому что предел просто не существует, вы не можете поменять предел функции, поменяя ее значение в одной точке. Здесь, опять же, вы не можете поменять вот эти пределы, меняя значение функции в этой точке. И поэтому автоматически вы не можете эту функцию сделать непрерывной. Значит, нельзя доопределить до непрерывной, так как нельзя изменить значение пределов. Скажите еще раз, почему нельзя доопределить? Доопределить-то можно, после этого просто функция не будет непрерывной. Допустим, мы хотим как-нибудь переопределить функцию в точке 0, так, чтобы она вдруг стала непрерывной в этой точке. Функция у нас устроена как-то так. Она слева подходит к минус 4,5, а справа подходит к 4,5. Вот понятно, что как я не определяю функцию в нуле, у меня все равно непрерывности не будет. Просто потому что для того, чтобы непрерывность была, мне нужно, чтобы предел функции в точке равнялся бы ее значению в этой точке. Единственное, как я могу сделать функцию непрерывной, это если бы у меня был предел. То есть предел справа равнялся пределу слева, тогда я мог бы... То есть у меня была бы какая-то такая ситуация, что предел есть, Предел справа равняется пределу слева, но он не равен значению функции в точке. Допустим, вот такая картинка. Но тогда бы я мог переопределить эту функцию, переместить вот эту единственную точку вот сюда и сделать мою функцию непрерывной. В этом случае я не могу так сделать, потому что у меня предела вообще не существует. А тот факт, что пределов не существует, я никак не могу исправить, меняя значение функции в одной точке. Поэтому нельзя. На этом месте тоже можно было заработать один балл или потерять, если его не написать. Дальше, чего еще у нас было? Чего еще нужно сделать? Значит, следующая история, это нужно было изучить, найти все ассимптоты. Во-первых, вертикальная ассимптота, она у нас единственная, потому что вертикальная ассимптота обязательно связана с пределом, который равен бесконечности. Значит, у нас есть единственная вертикальная ассимптота, х равняется 5. Дальше здесь можно сразу поискать наклонные ассимптоты. Допустим, предел при х, стремящемся к плюс бесконечности. Значит, это вот такой вот штуки. И я хочу еще поделить на х, чтобы получить k. Значит, во-первых, здесь можно сразу заметить, что поскольку х тремится к плюс бесконечности, то это означает, что мы можем потребовать, чтобы х был больше любого числа. То, что происходит при х меньше какого-то конкретного числа, нас не интересует. Поэтому сигнуму можно сразу сказать, что он равен единице. И забыть про него, по крайней мере, на этот раз. Значит, получается, что это какой-то такой предел. 8х квадрат плюс 4 разделить на х квадрат минус 5х. Ну, а дальше с помощью стандартной техники можно поделить все на х в квадрате. И заметить, что у нас все чудесным образом стремится к нулю. Кроме вот этой восьмерки, этой единицы, это равняется 8. Дальше можно было найти B-шку соответствующую. Это означает, что нам нужно было бы смотреть такую штуку. Значит, 8х квадрат плюс 4 разделить на х минус 5 минус 8х. Такую штуку нужно найти. Тут тоже плюс бесконечность. Я сигнум сразу убрал, потому что у меня должно стремиться к плюс бесконечности. То есть я живу в той области, где сигнум положительный. Ну, давайте посмотрим, что здесь получается. Значит, предел при х, стремящемся к плюс бесконечности. 8х квадрат плюс 4 минус 8х квадрат плюс 5,8,40. разделить на х минус 5. Значит, чудесным образом х квадрат сокращается. И остается, на самом деле, ну, дальше можно сократить все на х. И остается 40. Значит, получается, что у нас есть асимптота у равняется 8х плюс 40. Вроде так. Если я не ошибся нигде со знаком, то должно быть так. Значит, если вы на этом месте останавливались и говорили, что у нас есть одна вертикальная асимптота и одна наклонная, то вы тоже рисковали какое-то количество баллов на этом проиграть, потому что, на самом деле, у нас есть еще одна асимптота. Это я рассмотрел только в случае х, стремится к минус бесконечности. На самом деле, есть еще случаи, когда х, стремится к минус бесконечности. И аналогичными вычислениями можно показать, что при х, стремится к минус бесконечности, получается асимптота, которая противоположная. Вот такая штука. На самом деле, неудивительно, потому что вы умножаете сигнум х на какое-то выражение, поэтому, если у вас это выражение в одну сторону уходит вот так, в бесконечность, то за счет сигнума в другую сторону оно будет уходить вот так, прямо противоположная. Вот. Значит, вот у нас есть две асимптоты наклонные и, наконец, ограниченность. Функция не является ограниченной. Ну, тут можно было что угодно написать, так, как имеет вертикальные асимптоты. Или наклонные асимптоты. Все. Значит, на этом это исследование закончилось. А про горизонтальные можно было ничего не писать? Ну, можно было написать, что поскольку мы нашли наклонные асимптоты, вот они две, а больше не поместятся. Горизонтальных нет. По-моему, я не штрафовал, если кто-то это забыл написать, но нашел корректно наклонные. Можно спросить, а если, например, при х, стремящемся к плюс бесконечности, есть вертикальная асимптота, значит, что наклонные нет, да? Сейчас, при х, стремящемся к плюс бесконечности вертикальная асимптота быть не может. Если х стремится к плюс бесконечности... Я имею в виду вообще, если у нас, например, х стремится к плюс бесконечности, есть вертикальная асимптота, а если стремится к минус бесконечности... Сейчас, нет, я не понимаю, что такое вертикальная асимптота при х стремящемся к бесконечности. Горизонтальная, горизонтальная. А, горизонтальная. Да, значит, если у вас, конечно, вот такая штука, да, а при х стремящемся к минус бесконечности... Ну, например, стремится там тоже к бесконечности, то значит, что когда х стремится к минус бесконечности, у нас может быть наклонный, но нужно это проверить. А когда стремится к плюсу бесконечности, наклонный уже точно не может. Да, 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 совершенно верно. Возможно, как-нибудь вот такая вот штука, совершенно спокойно. Допустим, как-нибудь вот такая вот штука, пожалуйста. Надо было сначала проверить горизонтальный, а потом наклонный, или без разницы, в каком порядке? Ну, слушайте, ну, наклонный это, как бы горизонтальный, в частном случае, наклонный. Поэтому тут как вам удобнее. Если вы точно знаете, что у вас есть горизонтальный асимптот, то можете сразу найти все горизонтальные асимптоты и сказать, что тогда нет наклонных. Или можете, наоборот, сэкономить себе время на то, чтобы найти предел, который отвечает за горизонтальные асимптоты, тем, что вы сразу находите предел, который отвечает за наклонные асимптоты. Если так окажется, что есть горизонтальные, то вы это увидите просто благодаря тому факту, что к равняется нулю. Можете, пожалуйста, еще раз объяснить поиск наклонных асимптот? Значит, смотрите, наклонная симптура ищется так, ну, по крайней мере, такой наиболее алгоритмический способ. Значит, шаг первый. Находите предел при х, стремящемся, допустим, к плюс бесконечности, f от х, деленное на х. Значит, если такая штука существует, вы обозначаете ее буквой k и идете дальше. На втором шаге вы находите такой предел. f от х минус kx. Если такая штука существует, вы обозначаете ее b, и тогда у вас есть наклонная симптура, это y равняется kx плюс b. Дальше вам нужно повторить то же самое для х, стремящемся к минус бесконечности. Значит, это некоторый общий рецепт, он на самом деле нетрудно обосновывается. Давайте я просто картинку нарисую. Представьте себе, что у вас график-функция приближается к какой-то линейной штуке. То есть у вас есть какая-нибудь линейная штука, и к ней график приближается. Но тогда вы знаете, что вот такие... Значит, если вы смотрите, кто такой f от х, деленное на х? f от х, это угловой коэффициент вот таких вот прямых. Значит, утверждается, что если у вас действительно есть наклонная симптура, тогда вот этот угловой коэффициент стремится на самом деле к угловому коэффициенту этой симптуры. То есть как бы вот где-то там далеко в бесконечности у нас вот эта точечка будет лежать почти на этой прямой. И поскольку это будет проходить где-то там далеко в бесконечности, то угол наклона вот этой вот красненькой, красненького отрядачки, который я нарисовал, будет примерно таким же, каким является угол наклона вот этой вот прямой, самой по себе асимптоной. Поэтому вот таким способом можно найти k. А дальше можно найти b, просто посмотрев на то, как f от х отклоняется от kx. То есть после того, как я нашел угловой коэффициент, я дальше могу провести прямую через начало координат с таким же углом и дальше посмотреть на то, насколько сильно оно отклоняется. это отклонение и будет как раз вот этой поправкой. Значит, вот здесь вот поправка, такая же, как вот здесь. Ну, в общем, вот такой вот рецепт, он всегда работает. Спасибо. Так, ну что, еще вопросы по этой задаче? Спасибо. Можно спросить? А вот я прослушал насчет горизонтальных асимптон. Нам нужно было доказывать, что, допустим, при x стремится к бесконечности, функция, ну, стремится к плюс бесконечности, или можно было это просто написать? Ну, то есть, допустим, если... Смотрите, значит, конкретно про доказательства всех их утверждений про пределы я, честно говоря, тут был очень лояльно настроен. Как правило, если люди хоть что-то писали про то, что пределы существуют, я это засчитывал. Нет, я про то, что... Если я написал, что при x стремится к плюс бесконечности, функция стремится к плюс бесконечности, то есть там не было асимптос горизонтальных. Нет, ну, смотри, если вы при этом нашли наклонные асимптоты, то это, скорее всего, хорошо. То есть это, скорее всего, тогда вам раздел про асимптоты был засчитан полностью. Если вы правильно нашли наклонные асимптоты и вертикальные асимптоты, скорее всего, я засчитывал это. как полностью сделанная часть. Ладно, понял. Вот. Так, еще вопросы по этой задачке? Ну, реально, эту задачку реально сделали почти все, и многие при этом потеряли баллы на том, что, ну, ребят, ну, вам сказано, я не знаю, есть вопросы. Правда ли, что функция ограничена? Если вы на этот вопрос не отвечаете, даже если из всей работы, так сказать, из всего решения ясно, что вы понимаете, что... Не то чтобы ясно, что вы понимаете, но я... Даже если вы... Даже если из остального текста работы, естественно, можно легко сделать вывод о том, что она неограничена, потому что она к пределу стремится к бесконечному. Вот. Но все равно, если вы этого не написали, ну, значит, вы потеряли там один балл или два балла на этом месте. Вот. В общем, смотрите внимательно за тем, что написано, что вам нужно найти в условии задачи, и найдите это, потому что иначе вы как бы какое-то количество баллов потеряете. Вот. Значит, ну что, пункт B. Или есть еще вопрос по пункту A? Значит, в пункте B была какая-то такая история. Синус единица разделить на x квадрат минус 6x плюс 8. Что-нибудь в таком роде. Значит, тут опять же я предполагал, что будет написано что-нибудь типа того, что... Ну, во-первых, область определения, понятно, равняется... Ой, Господи, Боже мой. Ну, тут-то, я надеюсь, все раскладывается на множители. x минус... 4x минус 2. Правильно? Да, правда. Значит, область определения r минус 2, 4. Ну, можно было написать каких-нибудь слов, типа того, что... Дробь всегда определен, кроме когда знаменатель обнуляется. Синус всегда определен. Вот, дальше. Значит, функция непрерывна во всех точках. Кроме x равняется 2, x равняется 4. Так как является композицией непрерывных. Значит, стало быть, у нас есть две точки, которые мы подозреваем на то, что они точки разрыва. Возможные, по крайней мере. Только x равняется 2, x равняется 4. Ну, на самом деле, дальше понятно, что эти две точки очень похожи, потому что в обоих случаях происходит примерно одно и то же. у нас знаменатель этой дроби стремится к нулю. Значит, сама дробь стремится к бесконечности. Значит, синус, приближаясь... Когда x приближается к соответствующему, к соответствующей точке, синус терпит бесконечное количество осцилляций вверх и вниз. И, в общем, это такая картинка, похожая на синус единицы деленное на x. То есть, на самом деле, у нас график устроен как-то так, что вот у нас здесь есть точка 2, есть точка 4, и между ними есть какие-то такие вот дикие осцилляции синуса. Здесь есть тоже какие-то дикие осцилляции синуса. Потом нормально, потом снова дикие осцилляции синуса. Потом здесь снова дикие осцилляции синуса. Потом здесь все происходит нормально, И дальше где-то эта штука, на самом деле, еще стремится к какой-то горизонтальной ассимптоте. Значит, тут можно было написать что-нибудь типа того, что предел при х, стремящемся к двум, f от х не существует. Ну и там сослаться на какой-нибудь факт аналогичным. Вот такой штуки. Значит, опять же, я в этом месте не требовал никаких прям таких доказательств, потому что я полагал, что мы в достаточной степени разобрали на семинаре этот пример. И если вы, в принципе, видите в этом месте, что функция ведет себя вот так, вот таким бешено стилирующим способом, то, в общем, этого вполне достаточно для того, чтобы считать, что у вас есть нужная интуиция. Вот. Ну, понятно, что можно было бы это доказывать более аккуратно, находить там какие-нибудь последовательности, которые куда-нибудь стремятся. В общем, не требовалось в этом месте. Вот. Ну и, соответственно, предел при х, стремящемся к четырем, то же самое. Соответственно, это разрывы второго рода. А именно это называется существенный разрыв. Значит, опять же, переопределить, чтобы сделать функцию непрерывной, переопределить или определить нельзя. Так как пределы не существуют. А поменять их значения мы не можем. Ну, поменять этот факт мы не можем. Модифицируя значения функции в одной точке, вы не можете, ничего сказать, никак повлиять на ее предел в этой точке. Дальше. Функция ограничена, так как синус ограничен. Ну, понятно, что не поставляй в синус. За пределы чисел от минус единицы до единицы никуда не выберешься. Дальше. Асимптоты. Тут почему-то многие писали, что есть вертикальные асимптоты. И это неправда. Нет никаких вертикальных асимптот, потому что функция вообще ограничена. Этот предел не стремится к бесконечности, а он не существует вот таким вот специальным ограниченным способом. Вот, поэтому вертикальных асимптот нет. Из-за ограниченности. Дальше. Есть горизонтальные асимптоты. Предел при экстремящемся к бесконечности. Синус единица разделить на x квадрат минус 6x плюс 8. Здесь можно заметить, что... Почему мы не рассматриваем отдельно плюс-минус бесконечности? Да, и это хватит. Поскольку она будет одинаковые пределы в другом случае, нам достаточно рассмотреть только его. В предыдущем примере просто предел на плюс-бесконечности отличался от предела на минус-бесконечности. Мы это видели, но как бы мы понимали, что нам необходимо рассматривать эти два предела по отдельности, потому что у нас функция была задана так, что она по-разному работает. За счет вот этого сигнума у нас функция по-разному работает, когда x большой и положительный, когда x, наоборот, дико-отрицательный. Поэтому здесь было логично рассматривать по отдельности плюс-бесконечности и минус-бесконечности. А тут не очень, потому что тут и так понятно, что будет примерно одно и то же. Но если вы рассмотрели по отдельности, то тоже нормально. Значит, эта штука стремится к нулю. Если у нас будет x стремиться к плюс-бесконечности. В смысле, 1 делить на x в квадрате будет стремиться к плюс-бесконечности. Это как-то так. Значит, если x стремится к минус-бесконечности, то есть становится дико-отрицательным и при этом большим по модулю. Минус миллиард, минус 10 миллиардов, минус 100 миллиардов. Что вы можете сказать про 1 делить на x в квадрате? Что будет происходить со знаменателем? Значит, если x стремится к минус-бесконечности, то x в квадрате на самом деле стремится просто к плюс-бесконечности. Поэтому эта штука стремится к плюс-бесконечности, и это все стремится к нулю. Так что это на самом деле без разницы. Согласны? Мне кажется, тут у вас сработала какая-то не та интуиция. То ли вы перепутали x в квадрате с 2 в степени x, то ли вы перепутали стремление к минус-бесконечности со стремлением к нулю. Но, в общем, мне кажется, что тут... Я просто немного запуталась. То есть вы можете объяснить, почему вы, если у нас x стремится к минус-бесконечности, он получается как минус-бесконечность в квадрате, и почему она стремится к плюс-бесконечности? Ну как, ну смотри, что означает, что x стремится к минус-бесконечности? Значит, горизонтальная асимптота y равняется нулю. Ну и вроде бы все. Ничего мы не забыли? Наклонных нет, потому что обе бесконечности заняты. Ну таких наклонных не горизонтальных. Еще вопросы по этой задаче? Еще раз, почему наклонных нет? Ну, как бы, смотрите, наклонные и горизонтальные, это, во-первых, горизонтальные частные случаи наклонных, во-вторых, их всех наклонных может быть... Как бы у вас может быть одна наклонная или горизонтальная при x стремящемся к плюс-бесконечности, и другая при x стремящемся к минус-бесконечности. Ничего другого нет. И обе мы разобрали, потому что мы разобрали случай x стремящемся к плюс-бесконечности. То есть мы как бы одновременно разобрали случай плюс-бесконечности и минус-бесконечности. То есть как бы горизонтальные наклонные асимптоты, они показывают то, как ваша функция ведет себя где-то либо на плюс-бесконечности, либо на минус-бесконечности. У вас не может быть их больше, чем две штуки. Но в данном случае у нас обе эти штуки, это вот просто вот одна вот эта горизонтальная асимптота y равняется нулю. Почему? А приравниваем мы к пределу синуса нуля, потому что у нас непрерывно сложная функция непрерывна? Ну да, значит, мы используем теорему о пределе сложной функции ровно в том случае, когда у нас внешняя функция непрерывна. Значит, мы знаем, что в этом случае можно как бы переставить знак предела, переставить внутрь, вот сюда вот. И получить такую штуку. А еще вопрос. Вертикальные асимптоты мы ищем, когда у нас функция стремится к бесконечности в точке разрыва. Да, ну да, когда в какой-то конечной точке функция стремится к бесконечности. Спасибо. Это не обязательно точка разрыва, это может быть, кстати, граничная точка области определения, там вроде как нет никакого разрыва. Ну, это как у логарифма, например. У логарифма есть в нуле вертикальная асимптота, хотя вроде как там нет никакого разрыва, потому что это не внутренняя точка области определения. Ну, если функция неограничена, то только точки разрыва получаются. Сейчас, не понял, не понял утверждения. То есть, вот логарифм тоже является неограниченной функцией. А вот про ограниченность. Здесь, соответственно, неограниченная на области определения, да? Сейчас, значит, вот эта наша функция синус от вот этой штуки, она ограничена, потому что, ну как, откуда она, как она получается? Вы берете какую-то штуку, считаете, потом вы поставляете в синус. Но синус обладает тем свойством, что какое же у нее число, не подставь, все равно на выходе получится число от минус единицы до единицы. Поэтому, конечно, эта штука ограничена просто там. Она в любом случае находится там от минус двух до двух уж точно. А, то есть нам нужно сказать, что она ограничена там, ну, сверху или снизу, они... Все, я поняла. Хорошо, спасибо. Ну, как бы, есть определение ограниченности функции. Значит, функция называется ограниченной, если для всех значений... Если найдется такое c, что для всех значений x, f от x меньше, чем c, допустим, по модулю. Но в одном случае это явно выполняется. Например, в качестве такого c можно взять двойку. Да, понимаю, спасибо. Я перепутал, я имею в виду, если функция определена на все числа прямой, то тогда у нас вертикальные симптомы могут быть только в точках разрыва? Да, да. Потому что если функция в какой-то точке непрерывна, то значит, у нее есть в этой точке предел, значит, она ограничена в этой точке. А, ну, как бы, если есть предел, то это означает, что этот предел уж точно не равен бесконечности. Вертикальные симптомы – это всегда такие прямые, которые соответствуют точкам, в которых предел равен бесконечности. Спасибо. Хорошо. Ну что, дальше едем. Ну, смотрите, шестая задача. Значит, у меня есть функция f, определенная на интервале от минус 4 до 4. И про нее известны такие вещи. Значит, при х, стремящемся к минус 4 слева, нет, справа, f от х равняется плюс бесконечности. При х, стремящемся к 4 слева, это минус бесконечности. Вопрос. Обязательно ли она сюрреективна? Да, сюрреективна. Вот. Значит, мы здесь... Подразумевается, что f – это отображение, соответственно, от минус 4 в 4 в r. Ну, мы так определяли числовую функцию, что это отображение в r. Поэтому вопрос про сюрреективность фактически сводится к такому. Правда ли, что всякое значение y из r принимается? Вот. Ну, дальше, как многие догадались, тут нужно как-то сослаться на теорему о промежуточном значении. Но единственная проблема состоит в том, что теорема о промежуточном значении работает на отрезке. А у нас здесь не отрезок, а интервал. Да еще и в концах этого интервала функция, вообще говоря, не определена, а сказано только что-то про пределы. Поэтому просто так взять в лоб и сказать, а, ну это по теорему промежуточного значения нельзя. Те, кто пытались это сделать и пытались просто привести какое-то, ну так, какое-то такое рукомахательное рассуждение, ну вот там оно стремится к минус бесконечности, там плюс бесконечности, значит, все числа в промежутке принимаются, ну вот какое-то такое рукомахательное рассуждение. Значит, я оценивал это в 5 баллов из 20. Значит, аккуратное рассуждение, которое здесь ожидалось, устроено так. Значит, давайте скажем вот что. Значит, во-первых, давайте распишем наши пределы. Значит, тут у нас есть предел, который обозначается одной звездочкой и двумя звездочками. Значит, предел, который обозначается одной звездочкой, может быть записан так. Для всякого c1 существует такая дельта 1 от c1 больше 0, что для всех иксов, принадлежащих интервалу от 4 до 4 плюс дельта 1, а f от х будет больше, чем c1. Утверждение про две звездочки записывается так. Для всякого c2 найдется такое дельта 2, что для всех икс, принадлежащих, значит, что нам нужно было. Сейчас, нет, тут какая-то ерунда написана. Здесь минус четверка, я неправильно переписал условия. Здесь минус четверка, здесь тоже должна быть минус четверка. Здесь должна быть просто четверка и стремление с другой стороны. Здесь должно быть 4 минус дельта 2, 4. И f от х будет меньше, чем c2. Значит, вот два утверждения, которые у нас есть. Это наше утверждение про стремление к бесконечности. Теперь осталось доказать, что для всякого у найдется такой х, что f от х равняется у. Ну, давайте возьмем любой у. Значит, и, кажется, самое изящное решение такое. Положим, c1 равняется c2, а равняется у. Мы можем выбирать здесь c1 и c2, как хотим. Ну, вот пусть она и будет просто равна у. Соответственно, из вот этих утверждений следует заметить, что у нас вот эти вот интервальчики, они всегда не пустые. В них всегда найдется хотя бы какая-то точка х. Такая, что выполняется вот такое неравенство, выполняется вот такое неравенство. Значит, давайте мы просто возьмем вот что. Давайте я просто возьму, например, в качестве такого х, а возьму просто середину соответствующего интервала. Значит, положим, х1 равняется минус 4 плюс дельта 1 от y пополам, а х2 равняется, наоборот, 4 минус дельта 2 от y пополам. То есть, у меня на самом деле мог бы взять любые точки соответствующие. Значит, ну, что я утверждаю? Вот у меня есть число минус 4, у меня здесь число 4. Значит, у меня вот здесь вот есть какая-то окрестность. Значит, дельта 1 минус 4, а вот здесь есть какая-то окрестность 4 минус дельта 2. Ну, вот я в качестве моих х, возьму серединку здесь и серединку здесь. Известно, что обязательно, что у меня f от x1 будет больше, чем у, а f от x2 будет меньше, чем у. И вот теперь уже нужно к отрезку x1, x2 приметь теорему промежуточного значения. Спасибо. 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 такая штраф от x равняется игрек и все доказано Вот пример полностью аккуратного доказательства, которое оценивалось в 20 баллов. В этой задаче у меня было, по-моему, ровно две оценки, либо 20, либо 5, либо 0. Ничего другого я не ставил тут. Можно еще раз, когда мы выбираем игрек и потом определяем x1 и x2? Смотрите, нам известно благодаря тому, что у нас функция стремится, допустим, к плюс бесконечности. Что это означает? Это означает, что какой бы c1 мы не выбрали, обязательно найдется такой x, что значение f от x будет больше, чем вот этот c1. Причем не просто найдется такое значение x, а их там на самом деле много, их там целый интервал. Но вот то, что их там целый интервал, нас не очень интересует. Нам достаточно, что он хотя бы один такой найдется. Но формально вот такое вот утверждение. Дальше. Утверждение второе, вот про минус бесконечность, то же самое про c2. Обязательно найдется такой x, что f от x будет меньше, чем c2. Теперь, допустим, что я хочу, вот у меня есть какой-то конкретный y, и я хочу показать, что у меня найдется, значит, у меня здесь есть y, я хочу показать, что найдется обязательно точка x, значение в которой равно y. Ну, я для этого с помощью одного из пределов, значит, какой из них какой, значит, с помощью первого предела, вот этого, найду точечку, которая у меня будет выше, чем этот y. Она такая обязательно найдется, потому что есть выше, чего хотите, значение, значит, в том числе и выше y. А с помощью второго предела, вот этого, я найду точечку, которая будет, наоборот, ниже, чем этот y. Ну вот, после этого я воспользуюсь непрерывностью и докажу, что тут есть точечка, которая в точности равна y. Это понял. А вот где delta 1 от y зеленая на 2, это… Да, ну я просто говорю, смотрите, значит, мне сказано, например, вот здесь, что для всех x из вот такого интервальчика выполняется вот эта штука. Я хочу придумать хоть какой-нибудь x из этого интервальчика, просто чтобы не задумываться о том, существуют они такие или нет. Я просто предъявлю явно. Как найти явно точку, находящуюся в интервале, если вам задана граница этого интервала? Возьмите середину этого интервала. Середина этого интервала – это вот такая точка. Я понял. Значит, в качестве c1 и c2 я здесь в обоих случаях взял просто мой y. Ну что, есть ли вопросы по этой задачке? А там же получается, что минус 4 плюс delta 1 от y – это как бы одна скобка, которая целиком на 2 делится? Или? Нет. А, все. Ну, у меня отрезчик длины delta 1, и я просто отступил наполовину этой длины от точки минус 4. Попал ровно в середину. Попал ровно в середину. То есть есть, это сesse. Продолжение следует...